Давненько у нас не было обзора днища какого-нибудь китайского автомобиля. Предлагаю исправить ситуацию и еще раз посмотреть днище Amoda C5. В прошлый раз мы смотрели днище данного кроссовера. Там было много вопросов касаемо антикоррозийной защиты и касаемо того, как выполнена выхлопная система. Она какая-то была очень-очень ржавая. Сейчас заглянем еще раз под Amoda C5 спустя полгода и посмотрим, исправил ли производитель данный нюанс, данный косяк. Все, давайте не будем медлить, отправляемся под днище Amoda C5. Это у нас кроссовер на переднем приводе. И сразу же на что хочу обратить ваше внимание. Видите, в нижней части установлена защита силового агрегата. Возможно, это у нас доп. опция от автосалона. А возможно, это у нас заводская опция в максимальной версии. Пластик. Все. Нижнее пространство силового агрегата закрыто защитой. Мотор здесь 1.5, 147 лошадиных сил. Работает в паре с вариатором. Тип привода передний. Передняя подвеска типа Макферсон. На передней оси лакера пластиковая. Здесь у нас открытый участок с шумопоглощающим антигравийным составом. Все закрыто. Кстати, нет открытого катафорезного грунта. Все промазано. Хотя нет. Вот здесь у нас есть открытый участок с катафорезным грунтом. Если бы у нас была версия на полном приводе, то мотор был другой. На полном приводе устанавливается двигатель 1.6, 150 лошадиных сил. Работает в паре с семиступенчатым роботом. Здесь же вариатор. И на полном приводе идет вал в тоннельной части на заднюю ось. Здесь крепится подвесной подшипник. Видим, что его в данном исполнении нет. Ну и вала тоже нет. Установлен алюминиевый экран. Сама выхлопная система выполнена из алюминизированной стали. Это у нас получается резонатор. Здесь тоже резонатор. Катализатор расположился после коллектора. Видим небольшие очаги коррозии. В принципе, это нормально. Здесь у нас обычное соединение. С левой, с правой стороны, как видите, установлены шумопоглощающие эргономические щитры из фетра. Фетр и пластик. Трубки тормозной системы выполнены из металла. По отношению к другим китайским автомобилям, где установлен пластик, это, конечно же, намного практичней. А вот трубки топливной системы выполнены из пластика. Это, конечно же, уже не очень практично. Но, однако, хоть они выполнены из пластика, в отличие также от других китайцев, они закрыты пластиковой, ну вот этой фетровой защитой. Днище обработано антикоррозийным шумопоглощающим составом, антигравием, залито полностью. Здесь у нас стекает какая-то жижа, закачанная внутрь лонжеронов. С левой, с правой стороны также все закрыто шумопоглощающим антикоррозийным составом, без пропусков открытого катафорезного грунта. Хотя нет, здесь у нас все-таки участки небольшие присутствуют. Здесь тоже небольшой участочек. Топливный бак, а точнее нижняя часть закрыта фетровой защитой. Сам топливный бак пластиковый. С левой, с правой стороны также видим, что все залито шумопоглощающим антикоррозийным составом. Здесь промазано шумным герметиком, стекает жижа. Возможно, это допусловно, в автомобиле сделан дополнительный антикорр. Открытый катафорезный грунт, открытые трубки топливной системы. Закреплены они, конечно, не очень надежно, но, однако, защищены фетровым подкрылком от механических воздействий. Сколько объем топливного бака, цифры выведу в описании, переходите, смотрите, кому интересно. На задней оси подвеска полузависимая пружинная, установлена торсионная балка. На пружинах имеются маркировки. Видимо, это маркировка упругости пружины. На задней оси дисковые тормоза. Легкославные колесные диски на 18. Теперь смотрите. Так же, как и на Черри Тига-4, топливная горловина, заливная, которая заходит в бак, она расположена слишком близко к балке. И при хождении подвески балка может задеть топливную горловину и ее повредить. Нормально это или ненормально, напишите в комментариях. На задней оси подкрылки пластиковые. Фетровые подкрылки по какой-то причине не поставили. Хотя на днище установлена фетровая защита. Это защита топливного бака, защита с левой и с правой стороны. Почему нельзя было поставить фетровые подкрылки, непонятно. Фетровые подкрылки все-таки обладают лучшей шумоизоляцией, нежели данный пластик. Плетящая пыль, грязь, песок от колес, попадая на пластик, вызывает шум. Фетр его гасит. В задней части кузова видим небольшие участки с открытым катафорезным грунтом. В основном это вот здесь, где уже заканчивается кузов. И в открытом катафорезном грунте усилитель бампера. Ну, это ничего страшного. Они сделаны из толстой стали. Он практически не гниет. Доп-антикор все-таки этому автомобилю нужен. Не снял то, что большая часть кузова закрыта антигравийным шумопоглощающим составом. Имеются открытые участки с катафорезным грунтом. Здесь, 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 здесь. И также здесь, по задней части. Глушитель блестит. С одной подводящей трубой и с двумя отводящими. То есть у нас здесь не фальш-выхлоп, а настоящий раздвоенный выхлоп. Еще обращу ваше внимание на колеса, на легкосплавные колесные диски. То, как они выполнены. Видите, двухцветная окраска, черный-красный цвет. И вот эти вот красные вставки, друзья, это у нас пластик. Зачем такое дизайнерское решение, непонятно. Возможно, тем самым облегчили колесо. Удешевили его. Все-таки в производстве пластик намного дешевле. С другой стороны, если мы эту накладку поцарапаем, мы можем ее снять, заменить на другую. И поставить уже новенькую, блестящую. А эту с дефектом убрать. Все, друзья. Вот такое днище на моде C5. Теперь пишите свое мнение в комментариях. Я ушел с интересом читать ваши комментарии. Что вы мне скажете на этот раз. Уже немножко предвижу, что ряд комментариев будут говорить. Ну что, все круто, классно, все супер. Другие же комментаторы будут рассказывать свое мнение, что это все говно, фуфло. И не стоит внимания. Не знаю, друзья, говно ли, фуфло ли этот автомобиль. Решать, конечно же, вам. На мой взгляд, выбора у нас нет. У нас либо сейчас Китай, либо не Китай, да, либо АвтоВАЗ. И тех, кого не устраивает АвтоВАЗ, берем Китай. Да, понимаете, параллельный импорт, но он в три, дорогие друзья, обходится, нежели китайские автомобили от дилеров. Вот эти вот официальные. Кстати, хоть с гарантией. Параллельный импорт вообще без гарантии. И неизвестно, что с ним будет через пару лет. Как там, какая там может быть история по Ростоможке. Очень много нюансов по этой части тоже присутствует. Все, друзья, хорошей гемагогии, до новых встреч!